халаврибайди, я на плохом канале записываю видео про то куда или так и лучше особенности установки палатки если вы путешествуете на мотоцикле подписываемся на канал не забываем подписываемся на телеграм-чат телеграм-канал ссылка в описании а также не забываем что я вам помогу повезти мотоцикл Harley-Davidson из Америки получите Harley из ПТС и будете на нем ездить будете Харлейстом ну а теперь про палатку и так чем мы отличаемся от туристов мотоциклисты есть у меня скромный многолетний опыт езды с палаткой вот я считаю что свобода как многие спрашивают начинаются там где заканчиваются светофоры в первую очередь и там где заканчиваются гостиницы вот потому как гостиницы скучновато или точнее я не против гостиниц но все время гостиницы скучновато и так чем мы отличаемся от туристов туристы 300 мне нужны дороги вот а нам нужны дороги сейчас про всякие туристы вылезут вообще отдельная история туда доехать все надо куда вы едете на передорожье вот поэтому вам нужно съехать с дороги вот чем отличаемся от те кто просто ходит по лесу с рюкзаком вот надо съехать с дороги соответственно нужно понять где съезжать многие спрашивают где съезжать значит и того ну логичные простые правила что не должно быть заселенных пунктов рядом или они должны быть где-то ну в провиси какого-то не ну как бы чтобы их не видно было второе правило вы когда съезжаете вас лучше чтобы никто не видел вот но обычно вы съезжаете где-то а ну и стоит ну так уж прям стоит вчера я поставил достаточно 7 уже такое где-то съезжать где-то примерно за час до затемнения вот это когда когда темнеет в этом регионе может посмотреть всякие программы есть по я их упорляюсь исторически много лет там написано когда будет заходит самый закат и где-то за час нам вам надо где-то найти место вот не всегда получается прям офигительно я не сторонник каких-то там мегавидов потому что на мой взгляд то просыпаешься и как бы едешь дальше вот ну кому-то вот нужен внешний вид вид какой-то мы хорошо вот я кстати остановился более-менее прикольно сейчас покажу вот это съезд вот там вот там а это дорога на борисогреб стамбола и вот я нашел такой съезд какие-то тут населенные пункты вот туда вот они где-то 9 или сколько-то километров отсюда и за ночь тут одна машина проехала насколько я помню вот хотя я спал вот ну вот то есть и вот такое вот место я нашел что у нас еще особенного ну вот например если брать тамбов здесь чернозем вот а чернозем имеет мазу то есть вчера дождь прошел и вот такие вот как бы если такая дорога по съезду вы можете обратно не заехать поэтому обращайте внимание вот на этот заезд вот просто сцепление сожгете я уже один раз жег особенно если есть подъем вот обратите на вот это внимание насколько я как делаю насколько дорога нормально я останавливаюсь в том месте где я хочу съехать прям ставлю мотоцикл прямо дороге и иду прям глазами смотрю сюда посмотрю сюда посмотрю вот еще есть один момент вот например вы хотел там стать вот передумал стал тут сейчас объясню почему избегайте мест каких-то пикников то есть если вы приезжаете там лежат дрова блин там кирпичи какие-то есть очень большая вероятность что туда и приедут вот люди какие-то вот и будут вам как бы может и не особо рады вот там кого хрен или чего тут делаете обычно ну вот меня когда замечали ну где-то так какие-то люди проходят никого это собственно не интересует особо вот ну и как бы проходит мимо и проходит потом когда я вылезал из полоски ну здоровались там тип чё там делайте нечего что-то спишь ты это нет мне так нравится вот ну то есть вот обычно вот такая вот история ну естественно люди спрашивают про всякую безопасность там вот а безопасность дороги вас не интересует то же самое вот тоже на душу был безопасно избегать стоит на мой взгляд неадекватных пьяных людей там всяких вот и ну просто стараться вот есть такие прям отдаленные населенные пункты вот где-то там магазины ночные еще что-нибудь такое чтобы это вот близко даже него вот теперь так этот кофе варю как у нас тут процесс сейчас покажу теперь вот какой момент мотоцикл орли ревитсон стоит у меня под чехлом рекомендую я заказывал чехол под заказ много лет назад вот так вот с ним и езжу ничего не блестит я же хромируем так ничего не блестит ничего не освещает от солнца и как бы хоп закрыла все вот со стороны ничего не видно толком чё еще я рекомендую заезды вот такие вот чтобы вот была какая-то лесополоса и за ней вы стали вас не и вот тут он дорога идет вот а меня тут не видно вот чехол не сливается конечно с окружающей средой а палатка вполне себе сливается еще всякие моменты купил в этом году вот такую кофеварку будет найти кофеваркой куплю давно это самое горелку вот такую и очень большой плюс она очень хорошо стоит на земле то есть эти горелки я чуку меня мне надоел ставится на на баллон которая как бы не особо ее надо устанавливать вам не упал это как бы стоит нормально как бы еще она плюс бензиновая на все черт во случае ядерной войны если ввожу как бы канистру да то есть их опыт получил как подкачал пока не пользовался потому как не надо было ну так на всякий случай как бы любая подстраховаться на чем я еще езжу привет фраза такая но я езжу ребят на сублиматах сублимированная еда вот я уже очень много лет на ней езжу во первых очень дешево вторых все с собой а в третьих я просто всеядно ребят поэтому очень спокойно к этому как бы отношусь собой просто ну как бы получается где-то три пакета в день ну по деньгам ребят честно я не считал просто я так не считаю как бы в микронах вот но это где-то порядка двухсот рублей что люди что-то в этом роде от все расходы на бензин практично 250 может быть что-то вот такое я емут кашу соответственно вот и гречка с мясом там или гречку с рисом и что-то в этом роде чем отличается сублимированная еда от всех остальных ед вот все очень просто взял это обезвоженное по-русски обезвоженные то есть вы берете просто пакет соответственно засыпаете его в горячую воду мешаете и как у вас через пять минут все готово то есть это просто вода из которого убрали воду вы просто берете соответственно вот добавляете она обратно возвращается всем же самым видом как он была единственное но сахар там некоторые бывает я про сахар не ем а безжирная там нет жира ребята если вы долго да прям очень долго две недели будете на нем ехать и вас выгодить начнет чего-то не хватать поэтому все-таки прямо совсем на ней никак нет лучше не есть еще один момент значит еще с чем я езжу тоже все может быть очень специфично я езжу на спортивном питании я просто много лет занимался спортом на всякой вот такой фигне вот они тоже без сахара это когда в дороге надо короче ну чтобы не останавливаться нигде как бы да то есть и я не люблю я передорожную такие вот эти забегаловки там кофе попьюсь только стоит тоже достаточно дешево где-то 50 рублей вот и где-то 2 2 в день я соответственно съедаю когда еду значит утром я ем я ем мало в общем-то и один раз вечером пересну все с посудой ну как бы посудой и посудой ложкой и вилкой чего-то как вот это вот кстати говоря детская кастрюлька жена мне когда-то дала вот они отмечены 100 грамм то что там 100 грамм воды совсем мало по поводу палатки чаще у палаткой палатка чё спальный мешок я купил 21 на случай ядерной войны с ним ездил норвегию на север это по-моему на 5 градусов или на 6 это ну как бы вполне себе нормально очень тонкий мало места занимает насчет коврика много было сомнений по поводу коврика вот всяких разных я ездил с этой пенкой блин терпеть не могу это слово вот ну вот это короче обычный этот коврик туристический копеечный в нем но есть он все время рвется его привязывается зараза дико надоедает и в конце концов опять купил надувной у меня был очень много лет надувной конце концов у меня порвался я что-то думаю хрен вы с ним и опять купил точно такую же какой-то тетеньке который не стал туристом вот и не продала какие-то не помню 2000 рублей по моему ну вот и если что самонадувающийся коврик надувать как учтите очень удобная фигня вообще просто и напоследок я процитирую украинского путешественника коровина наверное самую известного там из как бы начинающих как бы карат там лохматых годах все его смотрели и рекомендую посмотреть на берите коровин потрясающий совершенно фильм он снимал про очень много всяких разных путешествий разные страны он сказал одну фразу которую я считаю очень важная когда вы становитесь гостинице вы находитесь в одиночестве а когда вы останавливаетесь в палатке вы находитесь в уединении с природой вот чем как бы разница поэтому когда палатки еще значит один момент природный страх отсутствия стен будет ну почти сто процентов сейчас каждый кто-нибудь скажет да мне пофигу и там блин мельведь пусть придет да такая фигня есть вот и первое время сон может быть не очень как бы привычным еще один момент еще забыл сказать увидите вот дорогу да эта дорога сельскохозяйственного транспорта поле как в нашей стране просто в нашей как бы на всех случаях скажу потому что это не в каждой стране такая фигня далеко столько места пустого как бы и вообще и полей есть только у нас в курсе где только не был такая вот история съезд сельскохозяйственных техники она соответственно ездит редко сюда когда убирает сажает там и так далее попал и вот поэтому вот этот съезд обычно всегда идеально говорю повторюсь вот как бы из-за тамбова здесь вот как бы реально вот такая вот дорога я каждый раз когда есть останавливать к еду на юг сейчас я еду с казахстан как вот этот момент с вот этой вот землей он когда дождь идет очень как бы чреват так что находите сельхоз съезд такой вот заезжайте в него и вам гарантирован там сто процентов никого не будет это редчайший случай чтобы там кого-то там встречал вот значит спорт туристов сказал про как сказать людей с любовью которые забираются в кусты бывает до вечером съезжает да видите машины там стоят вот пытаетесь им тоже короче не мешайте никому как вы берут не мешайте последний хочу сказать старайтесь вот как приехали обратить внимание вот так же уезжайте чтобы ничего после вас не оставалось потому как ну блин это западло зачем как бы мусорить в лесу вот я еще ну как бы не всегда но часто по крайней мере забирая прям чьи-то мусор как бы отсюда и увожу ну потому что ну как здесь как здесь в данном случае убрал просто потому что есть накидом тоже был чего-то когда такой съезд да то есть не как бы не недалекий от дороги такое достаточно часто бывает ну вот я думаю на все и ответил будут точно вопросы по поводу всяких безопасности но возишь ли ты самый пулемет вот там не знаю ядерную бомбу там еще что-нибудь такой нет я не вожу вот у меня своя история 90-е года я долго работал во всяких организациях вот поэтому меня свой опыт ребят у вас будет свой опыт вот я считаю что когда ты едешь но с каким-то оружием определенным ты собственно притягиваешь уже подготовился на себя обязательно должно быть такая как бы специфическая вещь и второе самое интересное момент а умеете им пользоваться то вообще то есть взять то взять это другое дело а вот кого-то там пульнуть это совершенно другое дело просто старайтесь избегать вот как бы всех любых вообще неадекватных встреч и как бы чтобы их как бы вообще как минимизировать до нуля вот если вы забираете какой-то лес вот если туда не идет эта дорога по шашлыкам вариант что к вам кто-нибудь ночью придет если вас никто не видел ночью ничего не видно ребят когда темнеет все вот это вот 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 в лесу вообще как бы будет абсолютно не видно то есть если вы не орете там не мигаете фонарями внутри не надо этого делать не зажигайте костер не сжигайте костер не надо дым видно за 100 тысяч километров в облеске тоже вы вот то все будет такие пользуются он горелкой да и все все ну чё вроде как было сказал может быть еще вторую серию запишу всем спасибо подписывайтесь на канал опять тамбовская область вечереет вот опять я с палаткой вот каких-то там и пенях вот дороги съехал еще одну фигню вспомнил то даже обратно возвращаясь как гре не очень удачное место ну так на мой взгляд там вот дорога вот там и вот там вот но как бы все равно но красиво же то есть я же не могу просто как бы но взять и на поле какой-то картошка снать есть один момент еще ну как бы два то есть вот опять это технологический съезд то есть это у нас страна первом мире пашеницы как бы у нас сажают до хрена везде как бы поэтому съездов этих технологических полно вот но я не об этом хотел сказать вот я готовлю как раз вот супчик сейчас буду кушать вот вот такой а хотел я сказать следующее значит есть такой путешественник максим синчил достаточно известный он достаточно много нас по стране путешествовал мы с ним даже видео записывали сарим я с удовольствием его смотрел если но значит за счет еды и там у него есть этих саблиматов там он там пытался что-то высчитывать какие-то гречках и прочее как бы я все понимаю но калории бывает разный бывает калория там грубо говоря жировые бывает там углеводные бывают там такие сякие как бы все это мешать в одну кучу нельзя и просто питаться одними углеводами как бы не получится вот поэтому это он просто саблимат рассказал на нем хочешь много езжу лет тоже готовить ничего не надо он правда женщина есть вот поэтому такая вот фигня сейчас мхабаровский жид а я хотел сказать про другое он тоже говорил насчет вот этого всего насчет воды ребята позаботьтесь обязательно заранее про воду потому что там нальешь колодцы везде там навал это ты будешь по 20 литров с собой возить как бы у нас найти их с деревню с колодцем как бы чтобы он снаружи стоял сейчас это уже как бы там достаточно большая редкость поэтому учтите запасите заранее вот мне хватает а посчитал где-то литр с чем-то на утро это нас соответственно умыться почти зубы вот сама приготовить там два или три раза там посварить кофе там два раза так что вот учитывать вот этот момент с водой обязательно запасить заранее вода стоит у нас дороже чем бензин как вы знаете может никто не читал вот поэтому на воду уходит больше денег иногда чем на бензин то я шучу конечно вот все я пошел есть суп и готовиться к основу вот я вот в кои-то веке остановился как бы практически заранее еще не стемнело а то я обычно там в пупыхах что-то там ищу быстро ставлю и быстро спулю а тут вот ну кайф вот все пошел есть еще один момент забыл про кофе про палатку по палатку же я забыл палатка какую купить палатку блин уже стемнело практически а я об этом вспомнил я купил палатку с названием дом 2 я не фанат бузовой вот я даже знаю такую тетеньку вот просто некоторые думают что чем дороже палатка тем она круче и честно говоря у меня тоже были какие-то мысли думаю какую-то купишь такую такую специфическую ребята мотоциклетная палатка отличается от всех других что она похеру какая человеку почему потому что походная палатка чем она как бы лучше то есть тем что она выдерживает больше дождя вы можете стоять неделю на одном месте здесь этого не нужно и как бы просто вы покупаете что угодно то есть вот самая дешевая палатка вообще супер просто то есть это новая то есть я покупал практически точно такую же и проездил с ней там хрен знает сколько лет в конце концов пришла в негодность есть в этом году купил практически точно такую же по моему что-то 30 чем-то тысячи рублей она стоит поэтому не гонитесь за какой-то дорогой абсолютно вот ну чего может отличаться не на единстве что вот я одну подумываю купить другую единстве по одной единственной причине что она длинноватая то есть еще есть такие прям совсем короткий как спальнику я думаю вот такую поискать то что больше интересует размер в смысле самом сложном виде вот это единственное что все остальное вот но абсолютно все устраивает все как бы есть наверху он вентиляции у нее там все круто вот то есть включается выключается тут он дрынь стоит там сверху смысле ставится ничего вот у меня предыдущий вариант я в таком прям ливне был прям конкретном ничего нигде там не про чуть-чуть может там где-то те ты там что такое поэтому вам не нужно стоять неделю покупайте абсолютно любую палатку и как бы все окей вот если сейчас конечно появится люди которые будут говорить что вот я купил очень дорогой очень крутой окей да но это не обязательно купить что угодно вот по поводу палатки вот еще вспомнил еще сказал